Сегодня по истечению рабочего времени 15 октября, это срок дополнительный обозначенный подрядчиком в части необходимости завершения выполнения работ по общественным пространствам, как по улице Зверева, так и по площади ДК. Сегодня определено, что подрядчиками как у СИПКОМ Инвест по улице Зверева, так и у Капиталстрой по площади ДК в полном объеме работы не завершены. Завтра, 16 числа, в отношении подрядчика у Капиталстрой, нами в соответствии с требованиями федерального закона 44-го, будет начата процедура расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке. По улице Зверева ситуация выглядит значительно более лучшим образом, чем по площади. Подрядчикам за установленные сроки до 15 октября были выполнены значительные объемы работ. Сегодня у руководителя подрядной организации были заслушаны его пояснения причин, что не позволило подрядчику 100% закончить работы. Думаю, что в отношении подрядной организации СИПКОМ Инвест мы готовы предоставить ему еще максимум 10 рабочих дней до завершения работы. То, как я уже сказал, в отношении подрядчика по благоустройству площади ДК, завтра мы официально на площадке разместим уведомления о начале процедуры расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке. Очень сильно повлияло, скажем так, кадровый дефицит именно в части, связанной с сезонными рабочими руками. Границы были закрыты. Мы прекрасно знаем, что основная масса, как говорится, труда так называемого разнорабочих в этот период была, скажем так, дефицитной. Рабочих рук по факту не хватало. Этим объясняются и срывы сроков с себя, как с заказчика. Я не снимаю ни ответственности, и можно сказать, вины. Сроки упущены на сегодняшний день от сроков, обозначенных по муниципальному контракту. У нас просрочка уже 62 дня. Это уже два месяца. Подрядчики по обеим объектам, как говорится, не могут завершить выполнение работ, и мы не можем войти, скажем так, в орбиту приемки работ. Если расценивать ситуацию благоустройства и вообще жизнеобеспечения города периода этого года, обстановка в целом, если дать оценку в целом сложившейся ситуации, по итогам весенне-летнего периода, она близка, скажем так, к неудовлетворительной оценке. В свете последних событий в ваш адрес и в адрес деятельности МКУ поступает много критики. У вас не возникает желания написать заявление об увольнении? Честно? Я это делал уже несколько раз. Я никого не обманываю. Мною было это сделано несколько раз. Вы меня в своих репортажах, как в видео, как в газетах называете чиновником, как бы муниципальным служащим. Я уже говорил, вы когда готовитесь к вопросам, которые задаете, вы как бы маленько сторону юридическую, как бы правовую, немножко тоже с ней ознакомьтесь. На сегодняшний день я не являюсь муниципальным служащим, я являюсь руководителем муниципального казенного учреждения. Заявление по собственному желанию подписывает также работодатель со своей стороны. Заявления, написанные мной, подписаны не были. Решение работодателя, возможно, я еще, как говорится, пригожусь для чего-нибудь в этой жизни. Продолжение следует...